27 октября в Малом Зале КСК УНИКС состоялась конференция работников и обучающихся Казанского Федерального Университета. На конференции собралось 400 делегатов, состоящих из преподавателей, студентов и сотрудников КФУ. Такой обширный обхват показал значимость и причастность всех к данному собранию. Одной из главных повесток дня стало избрание ученого совета. Всего численность совета достигла 98 человек, из них избираемые 69. Определились они путем голосования в соответствии с квотами подразделений. Второй по значимости вопрос утверждения коллективного договора на 2017-2020 год. Были внесены поправки. Одна из них – изменение номинования Казанского Федерального Университета. Из полной аббревиатуры убрали слово «профессиональный». Также был введен новый пункт «Молодежная политика», включающий перечень мер, направленных на поддержку сотрудников КФУ до 35 лет и их возможность представлять университет на молодежном уровне, в различных форумах и конференциях. Коллективный договор после принятия поправок приняли путем открытого голосования, большинством голосов. В ходе конференции рассказали о присвоении КФУ четырех звезд качества по версии международного агентства QS. Эти цифры еще раз подтверждают уровень качества образования и востребованность Казанского университета. Наше движение в различных рейтингах. Я почему на этом акцентирую внимание, потому что данный проект «Дорожная карта» в реализацию программы «Пед ТОП-100» глобальной конференции является на сегодняшний день основным документом, который в то же время достаточно устойчиво финансируется сегодня федеральным центром. И является показателем для позиционирования нашего университета как внутри страны, так и за его пределы. Уже сейчас можно говорить о том, что в текущем году наблюдается значительный рост показателей институтов КФУ и востребованность их исследований. Диана Шилова, Леонард Авлетьяров, Универньюз.